Хорошо, возникает встречный вопрос по поводу услышанного. Есть сильные стороны, которые даны природой, есть слабые вектора, которые менее развиты. В жизни лучше ориентироваться на то, что в тебе сильно уже проявлено, и выбирать жизненный путь относительно этих векторов, или доразвивать, дотягивать те слабые, которые более слабо проявлены. Что более выгодно стратегически в жизни? Кстати, слово дизайн, фэн-шуй психологический, он в принципе ответ на этот вопрос. Я постараюсь коротко, но подчеркиваю, что это один из самых важнейших вопросов в системно-функциональном дизайне. В первую очередь нужно развивать то, в чем ты одарен. Но, возникает но, вот это как бы ведущая функция у человека. Но если он забудет, а такое происходит регулярно, человек, например, одарен в математике, сидит, он просто там все, одна голова в цифрах, а тело его страдает, мышечная система страдает, пищеварительная система страдает, забыл покушать. Весь в этом. В принципе, я думаю, именно поэтому, например, одаренные, да, вот в звуковом векторе, они часто достаточно, ну, такие худощавые. То есть, ну, с самого маленького, вот этот вектор, эта структура перетягивала на себя одеяло, брала, так скажем, энергию, и поэтому та система, ну, ситуативно страдала. Но, если мы посмотрим глубже, на самом деле, чтобы та система, которая ведущая, работала эффективно, нужно не забывать, да, а сохранять баланс с теми системами, которые обеспечивают эту, понимаете? То есть, ему нужно и спортом, умеренно, понятно, не превращаться там в фаната спорта, ну, хотя бы на уровне физкультуры регулярно заниматься, да, не забывать покушать, не забывать еще чем-то, да, не забывать, может быть, об отношениях с людьми. И это, хотя не является сферой его одаренности, но создаст предпосылки для того, чтобы то развивалось. Потому что одностороннее развитие, оно тоже ограничено. Только тогда, когда обеспечивающие функции, да, тоже не запущены и не, скажем, в этом и есть смысл баланса, да, то есть, человек для себя, если вот он решает только для себя, а не в связи с другими членами стаи, да, то, о чем я говорил, обмен функциями, то он для себя должен остальные, которые являются его ведущими, не запустить. Иначе, ну, произойдет очень большой перекос, и это навредит его одарманию. Спасибо. Ну, это, в этом и суть дизайна, да, то есть, посмотреть, где... Ну, это практичный вопрос, который, в принципе, интересен, и как ты его можешь применять в жизни, и что оно важно, что ты ориентируешься на ведущие, ну, в принципе, слабые где-то чуть-чуть подтягиваешься.